всем привет решил я выпустить видео давно уже не выпускал некогда мне этим было заниматься и дети растут детей надо воспитывать видео много времени забирают решил он мой трак стоит заду там решил заснять видео и показать что я решил они придумала не сделать у меня педаль этого сцепления очень тяжело нажимать ну как тяжело нормально но я не привык когда мне было вольву на стыку предыдущие то чем вот это что было на айше она этот легко нажималась а здесь за рейс бывает так на нажимаешься что домой приезжает колено болит решил я его переделать под вольвовскую систему сейчас покажу как а потом завтра когда будет день покажу как его устанавливать буду так вот по накупил я это вольвовская вот part number есть все есть надо туда захочет можете переделать и вот она так смотрится почему предлайнерская идет только вот здесь это как только хайджолы но в чем была загвоздка в предлайнере вставляется шланг вот такая такой должен быть перень здесь его не было это бабковский вот партнер если его не было мне пришлось съездить на интернешнл и купить еще одну такую от интернешнл а потому что этот фитинг отдельно никто не продает эта штука стоила 200 баксов мне за 130 продал как бы теперь она мне не сильно то нужно этот интернешнл новенькой бабковской просто это открутил отсюда и прикрутил вот сюда потом не надо будет сюда воздушную шлангу провести вот я купил трубочку купил этот брэкфу было в чем прикол вот у меня много всяких переходничков вот этих есть по идее подошли вот чтобы засунуть шланг очку на 3 восьмых но здесь резьба метрик и вот эти все не подходят я объехал на портманда только на volvo нашел это мне надо было ровно и на 3 восьмых а у них под углом такая что закручивается сюда но другого варианта не было придется эту ставить хотел такую катаюсь чтобы было не на quick connect а вот такая и прямая только но она не получается здесь нас ставится резьба мне надо метрик завтра буду я устанавливаю пробовать как она будет работать сцепление покажу как нажимается до и после на улице рукой нажимать думаю оригинальная потом покажу как смотрится которая стояла на притании а вот партнамбер как интернешнл лоской может кому-то надо будет чтобы скрутить этот эту штуку но я думаю если покупать то можно его сразу с этой купить через вапку просто смотри чтоб вот эта штука была у кого на фридлайнер потому что фридлайнерах они все защелкиваются а я поставлю скриншот и сделаю как смотрится фридлайнер или фотографию там просто она такая же самая только без резьбы уже с этим идет нужно было отрезать переварить мы это лишний заморочек лучше вот так будем уж совершенствовать фридлайнер будем с него делать volvo это все для комфорта а так все хорошо так ездить уже сто сто сорок тысяч с лишним там вот занимаясь тут в гараже он варил сварка у меня есть резину он купил много чего просто что никогда мне этим детям сейчас заниматься когда будет время буду что-то интересное выставлять а так просто оля улю по беспределу не надо мне них и никогда мне заниматься дефа в рейс купил буду уезжать вот ну а завтра все покажу потому что сейчас уже темно не хочу частом ковыряться плохо будет видно и звук будет плохой уже завтра сделал и покажу как получится окно вот я перекрутил для воздуха намазал его такой штукой на всякий что там резинка есть мне еще подмазал но она крутится как палок как в какую сторону надо будет такую поверну эту черную сейчас делал сарап с вечера завтра уже займусь да джеймс как тебе дела молодец у тебя понял все ладно увидимся завтра ну все вот настало утро сейчас пойду заеду по траке покажу как на этой штуке покажу как там она все устроена заодно посмотрю какие надо ключи для так вот анон цилиндриками звездочный ключ тут надо вытащить такую эту эту и вытащить гидравлический штан но для этого я сначала налью под капот много этого жидкости чтобы он не не завоздушился здесь чего там уже и мокро чё то уже вроде бы одному этому цилиндрику уже и так пришел кобздец вон видели мокрая какая-то капелька есть и надеюсь это низ по это скорее всего это цилиндрик в середине уже потек фредлайнеровский фуфло какое-то ставят не могут сделать нормально как вольво легко чтобы нажималась все вот так у нас гарби забирают столько она собиралась мусора я дев покупаю в костку и в этом вал марте к такой заливаясь уже с этих не не лью с трак стопа в этом траке пусть ему хорошо будет денег сейчас хорошо платят что что как идти в хат и как и вот я вчера приготовил шланг который мы пустим на воздух а вот эту собрал воздушную прикрутил сейчас мы ее туда ставим так чем не надо мне надо вот это будет с собой взять да сейчас возьмем наверное возьмем возьмем этот ключ звездочные ключи у меня походу лежат в страйке ладно идем заниматься сейчас все сделаем звездочные ключики так я такой набор есть сюда приволок сейчас подберу сразу чтобы не ходить такая же подойдет но такую самую большую и попробую о как раз она и есть сейчас только наверно пойду возьму удлинитель еще сюда 1 импаган возьму и все это пока миссия сторону отставим так я сразу эту луз сделал вытащил отсюда эту штуку сейчас будем первым делом переставим шланг а тогда открутим сюда положим мне надо это что вытащить отсюда так это будет вот так стоять значит не разлить ничего у меня есть новая защелка все на месте защелкнул сейчас прокачаю оно потечет точнее пару раз все закручиваю сейчас там пойду посмотрю все можно сказать прокачалась воздух вышел его вниз опустил можно сказать что все прокачало сейчас перепроверю разочек и будет даже не на свинячил так я там еще взял это попробую еще прокачать я там подлил еще жидкости и вот так пробую сделать сейчас еще качну чуть-чуть так течет пока течет надо чтоб не за воздушек надо нажимать неудобно закроем это дело я думаю там нормально уже потом еще поиграюсь в сторону сейчас эту открутим сильно закручены еще их на threadlock посадили и 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 было не знаю выпал оттуда остается я сейчас туда посвечу посмотрим что там а так смотрится сверху мокрая понятно так я так протер сколько смог дальше будем пробовать вставлять это дело сюда да защелкнулась нажимать его сейчас с булочками наживлю сразу дайкс дайкс так дальше тут равномерно его так сейчас будет прикол когда каскаде сделайте я с улицы левой рукой не мог нажимать на этот на педальку право еще так если держаться рукой нажимал сломал ерунде китайская фирма ладно нормальным плечом возьму партина ушатал так теперь это я вниз делал мне теперь лишь шланг мешает ничего страшного нормально нормально надо попробовать педаль ты понажимать как она работает нажимается сцепление или нет или еще прокачать пошли посмотрим он я такой заливал здесь чем полная нет перелил я его потом вы выпить вытянует им о потекло это нехорошо сейчас я этим шприцом его отсюда уберу потому что когда я нажму педальку он отсюда выдавит еще сейчас пойду возьму шприц надо чтоб на краску нигде не попадало потому что тормозная жидкость все съест я стал жене чтобы она пришла на сцепление нажмала есть под низ подлезу еще раз круто но это цилиндрик ну нажми и держи нажмала теперь еще раз отпусти еще раз нажми отпусти его полностью убери подними рукой еще раз нажми пусть и пустилась уже а ну еще раз нажми все воздуха нет сейчас запусти пускается уже поднимается а все про труб вот такое дело лучше в очках дело брызгает в глаза не попало да все выходи спасибо сейчас пойду заведу и проверю работает ли сцепление а потом уже воздух подведу и все так сейчас я отсюда лишнее заберу шприцом чтоб уровень сделать лишнее нам здесь не надо если где-то капнула сразу бы протирать потому что эта штука на краску разъедает теперь момент истины сейчас попробуем сцепление будет включать передачу или нет зад-вперед дёрнусь там под низом надеюсь ничего не растопчу она уже легко нажимается уже можно было без него без воздушной уже без воздуха и с этим цилиндриком это легко нажимается включил а ну-ка где она начнет хорошо она уже уже намного легче чем всем цилиндриком работает сейчас еще воздух подведу еще будет легче это будет сказка где у нас тут уровень да все в норме а сейчас воздух подведу и все для воздуха я уже вчера приготовил вот такую штучку сейчас только залезу туда правильные ключи так надо будет разводной ключ надо будет ножик чтоб запитаться и возьмем жменьку зипта погнали хочу вот этот синий шланг запитать так и он подходит для чего желтый шланг не знаешь броду не лезь в воду правильно мы разрежем вот этот синий шланг и вставим сюда вот это чтобы протянуть туда либо его удобнее чикнуть вот здесь есть место чтобы и удобно мне его было закрутить конечно тут близко возле этого не буду наверное вот здесь где-то чикну вот тут чикну вставлю и как-нибудь или тут лучше наверное вот тут вот чикну чипок сюда вставлю и сразу оно вверх мне пойдет 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 сюда к этим проводам наверное потом сюда и эту и эту поверну вот сюда вот так потом еще все по протираю здесь красиво и будет хорошо протяну еще болтики который здесь стоял так ладно сейчас будет воздух шипеть будем резать я думаю будет шумно так что вернусь когда вставлю эту штуку сюда так я что подумал не буду я этот что на подушке резать шланг хотя его чуть-чуть уже начал резать но чуть-чуть чиканул но он не зашипел ничего нормально так просто царапинку сделал у меня есть шланг который идет наверх чтобы пылесосить кабину в нем всегда подходит воздух вот я к нему и сейчас и запитаюсь его разрежу это будет самый лучший вариант и все и он получается дает воздух только тогда в систему туда когда уже больше 60 накачано типа будет как вольво 100% так будет лучше все таки сделает так значит показываю сделал я вот сюда его запитал вот так сюда его опустил вот так и сюда подсоединил вот так вот так будет это тот шланг который идет в середину чтобы продувать чтобы пылесосить продувать воздух который идет туда наверх в кабину он сюда сейчас он видит куда он туда пошел вот так то на тут подвязал чтобы не тер хорошо тут 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 и вот так чпок сюда интересно как сейчас будет ну надо сейчас завести его и чуть пару чтобы он накачал воздух потому что я спустил воздух и посмотреть как оно будет так значит и накачивать воздух и проверять как все сработает так сказать момент истины сейчас будет так вот сейчас он накачает и проверим и проверим он уже легко нажимает легко нажимать назад на пружину усилить вот рукой нажимается все легко левой рукой не говоря вообще про правый вот рукой нажимается все легко так чересчур что-то легко мне кажется даже в вольво не так легко как здесь сейчас попробую подергаться назад вперед что-то чересчур легко ногу тяжелее поднимать чем педаль игрушка какая-то нереально просто ну вот вообще такое видео получилось некому знаю кто захочет себе так дела сделать я поставил показал все партнамберы и все сейчас я глушу его чтобы было слышно все партнамберы поставил кто хочет себе так сделает я просто поставил видео чтоб люди потом не спрашивали как сделал много кто знакомых будет так спрашивать как сделать то я поставил чтобы знали я решил съездить на amazon по локалу здесь по портланду один грузик перевести посмотреть как сцепление работает чтобы перед рейсом не лохануться убедиться все что все идеально я вам скажу так что работает все просто бомба на это сказка хорошо так за сдаешь наслаждаясь не работа на наслаждение другое началось как все получилось что этот моего казана волки у него поломалась на вольву у него навернулся этот цилиндрик и он поехал в рейс без этого из того как тяжело не представляю как ты на каскаде работаешь без rss без воспомогательный чтоб легко нажимался этот говорит приеду будут цилиндрик себе менять я говорю два и два сразу цилиндрик а за заказывай мне и себе я его попробую присобачить туда как-нибудь чтобы уже тоже было легко включать и выключать и вот он постарался заказал один себе один мне они дорогие где-то в районе штукарика стоит но он по 700 баксов два сразу купил и вот получилось все хорошо работает просто сказка сейчас покажу как прямо снаружи на открывает дверь и могу рукой нажимать как когда-то я нажимал на на вольво вот беру рукой даже не дотрагиваюсь он ни до чего раз просто сказка пустил его и себе закатись остановился нажимал когда надо так лишний раз не хотелось даже его и нажимать вот такой свет себе среди не сделал он можно одинаковый свет остановить а можно наргает разными вот так то все всем пока до встречи увидимся следующих видео если я их быстро выпущу посмотрим как жизнь пойдет всем спасибо за просмотр